Транспортная проблема области коснулась и беженцев. В Татичевском районе полсотни переселенцев из Украины не могут добраться до районного центра. Пункт размещения беженцев, где живут граждане соседней страны, находится на трассе. Автобусное сообщение в этом районе отсутствует. Подробности у нашего корреспондента. Клавдию Ивановну постоянно мучает повышенное давление, а запасы медикаментов вот-вот закончатся. Таблетки закончатся, что делать будут? А куда поедет? У меня дочка здесь, две внучки. То есть вы их делегируете в Саратов за таблетками? Да. Дочка купит мне таблетки. Пункт временного размещения, куда поселили пенсионерку и еще 48 беженцев, находится на трассе Саратов-Сызрань и до ближайшего населенного пункта – несколько километров. Пешком по трассе 2-3 километра прошел на остановочку. Повезло, автобус остановился, поедет. Из-за отсутствия транспорта не могут устроить детей в сад и молодые мамы. Хотя в дошкольных учреждениях Татищевского района места для маленьких беженцев есть. Но чтобы оформить документы и медицинские справки, необходимо не один раз съездить в районный центр. Управляющий гостиничным комплексом говорит, чиновников предупреждало об отсутствии общественного транспорта на этом направлении. Но людей все-таки привезли. В администрации района обещают – проблему решим. Гостиница, где проживают беженцы, находится на кольцевой автодороге города Саратова. Написано письмо Министерству транспорта. Здесь будет останавливаться 491 маршрут автобуса. И в сторону Татищева, и в сторону Саратова. Когда решат проблему – неизвестно. Беженцы, говорят, не ожидали, что их бросят вот так, вдали от цивилизации, где нет ни врачей, ни магазинов. Решили вопрос лишь с доставкой школьников из районного центра. Каждое утро в 8 часов учеников беженцев из гостиницы забирает автобус и довозит до школы. А в 2 часа дня возвращает обратно. Однако опоздавших никто не ждет. Задержался в школе – добирайся домой самостоятельно. Эллада Бжалимова, Екатерина Ковальчук, Евгений Шейченко. РЕН-ТВ. Саратов.